Проходи, зайка. Посмотри на балкончик. Теперь у нас море будет из окна. Видела? Кораблики. Посмотри, кораблики. Видно? Маленькая Алена очень любит кораблики. Теперь она сможет смотреть на них каждый день. Семья Латышевых на днях получила ключи от новой квартиры. Новоселы Рады больше не будут ютиться в тесноте. Здесь у нас 78 квадратных метров. Конечно, это тоже радует. Новый дом на 20 метров больше. Мы 30 лет ждали. Конечно, переполняют, честно говоря, эмоции. Я рада, что мои внуки будут здесь расти. Надеюсь, это не единственная внучка будет теперь. Семью Латышевых переселили с улицы Пирогова. Барак, где они жили, построили еще в 37-м году. Аварийным его признали 83-м. Тогда, вспоминают люди, и пообещали дать новые квартиры. Но ждать пришлось еще 30 лет. Все это время под крышей собственного дома люди не чувствовали себя в безопасности. Особенно за электричество опасались, потому что щиток у нас выхивал несколько раз, потому что нагрузки большие уже были. Долгожданное переселение стало возможным благодаря 185-му федеральному закону. Городские власти заключили договор на приобретение около 228 квартир площадью не менее 33 квадратных метров. По программе 2013-го благоустроенное жилье получит 670 человек. Около 300 уже переселили. Глава Сочи лично встретился с новоселами. Вот по вашему параду, с которым вы переселялись, вот эти 11 семей, вы общаетесь, ну естественно, да, как соседи? Все довольны с выбором, все выборы. Да, все ребята. Новые квартиры переселенцы получили в современном жилом комплексе со всей необходимой инфраструктурой. Прямо под окнами уютный зеленый двор строится детская площадка. Поблизости школа, детский сад, поликлиника, магазины и кинотеатр. На покупку жилья из краевого бюджета выделили около 100 миллионов рублей. Еще 50 потратили из городской казны. Нам пришлось добавить по 20 тысяч за каждый квадратный метр из бюджета города, из бюджета края. Александр Игоревич Хочев вас поддержал, как бы это тяжело не было, но поддержал для того, чтобы мы все-таки эту работу продолжили. В следующем году власти планируют приобрести еще около 120 квартир для жильцов Ветхого фонда. Ну а в этом новоселье справят все, кто вошел в программу переселения 2013 года.